что я буду где можно набрать эти это минимум, но максимум 100 вот у меня ваш список имеется у вас тут 28 кг давайте я на всякий случай посмотрю Антонова есть, Дарья? есть, есть очень прекрасно Беляков есть? есть Девальцев? здесь есть Дедник Михаил? здесь Гончаров Седов? есть Гусевников Михаил? есть Демидов? есть Делкин Седвий? здесь есть Исаева Марина нет? она перешла в другую группу уже ну я ставлю вопрос, да, это мы вытащим а в другую это как? это мы у вас там две группы а у вас еще есть, да? нет, здесь одна группа так нет, здесь две группы сорок вторая и сорок первая ну сорок вторая расписание не обновида и скорее всего, если их сейчас нет, то у них не допустим да? ну ладно, давайте я дочитаю до конца там, Коварева Марина есть здесь корчил корчил лава здесь есть, хорошо костян александра здесь есть лапа даниилевская анастасия здесь есть меньков даниил туда есть пономарев валерь лёва валерья есть, да? так Прохорова анастасия здесь здесь азодионова здесь тоже тоже да? надо совсем перевелась так, ладно это соломатин есть старовой анастасия тарабрина 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 ну как тарабрина тарабрина это человек, носящий по мере знает как она вообще говорит что произносит нет 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 талочко дает талочку хорошо закажете уланов артемий есть хохлов есть цыплакова елизавета на конференции это какую еще конференции digital singular optics я понимаю почему я не знаю кто в ялте не знаю в ялте по моему мы как еще группа строк вторая павлю петрова ульшина вот маша исаева перевелась в эту вторую группу то есть вы хотите сказать что ее не будет да у нас эта группа не не такой вопрос всех я перечислил или есть которых я не все все ну вот в итоге у нас все на то пошло две отсюда исключаем двадцать три человек я не знаю будет значит теперь где будем набирать баллы да значит я предлагаю организовать это следующим образом значит ну очевидно двадцать очков вы на экзамен набираете минимум либо 0 либо 20 между 0 и 20 то есть 0 тоже можно да конечно можно вы можете не сдавать экзамен я же говорю 60 очков получили 60 да и все это правильно не ходить поэтому 20 очков на экзамене только для того чтобы до сотни добраться значит без экзамена вы максимум получаете 80 да максимум а минимум вам нужно 60 получить ну вы на черном курсе вы и так все знаете конечно так вот повторяю где вы будете набирать эти 80 очков значит 60 очков сейчас я скажу значит мы будем набирать следующим образом значит я предлагаю вам организоваться по два человека в микрогруппу и я на каждую микрогруппу выдам тех где самостоятельно работают не будет у нас ни контрольных никаких ничего да вот вы работаете самостоятельно пойдите значит я читаю лекции я конечно эту тему затрону так или иначе да но вы самостоятельно значит я вам всю литературу выдаду все вам только нужно пойти эту тему более-менее освоить затем вы у нас будет практика как там написано практика вот значит мы на этой практике устроен консультации то есть вот вы у вас какие-то вопросы на связи скажем ко мне да приходим на практику вы задаете если они такого вопросы да то я за активность доставлю балл вот и метод набора балл да значит за активность вопросов на практике по вашей теме по теме которую вам будет дальше в конце значит я вам даю минут двадцать вот в вашей микрогруппе да минут двадцать и вы мне рассказываете выходите доски и докладываете эту тему вот значит ну скажем двое да и тот и другое рассказывает так я либо зачитываю это дело да вашу вашу тему либо не засчитывать 60 очков ну-ка если не зачитываю ну вы дальше вот вот а остальные двадцать до восьмидесяти да значит вот вы набираете либо задавая толковые вопросы на практике либо может я вам оставлю больше чем 60 если вы так хорошо освоите тему да и я вас поспрашивают доски и так далее вижу что вы особо ну чем больше нет вопросов больше нет вот ну и 20 очков вы на экзамене выбираете в итоге у вас 100 очков 100 очков это супер супер мега у нас я оставлю вам практику в конце значит ну если мы скажем по 20 минут по 2 по 2 значит у нас сколько будет штук 12 групп примерно значит и так по 20 значит что напали сколько будет 3 6 напали 6 может быть поэтому я две или даже три пары в конце да выделю да вот в конце это будет в декабре ну а если вы будете готовы раньше нет проблем давайте готовы значит у вас будет практика вы имеете право доложить эту тему такову да значит ну вот я вам зачту и вы можете гулять а если вы не хотите заводить знания значит можете гулять да а если допустим мы хотим попробовать ее презентовать чуть раньше не в конце я сказал вот мы ее презентуем и вас четко устроил например вы нам говорите это 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 мы это дорабатываем но в следующий раз я сказал либо зачет либо не зачет значит значит если не зачет значит значит за счет получать вот то есть вы сейчас выдавите задачу на каждую сейчас я выдавлю задачу да значит поэтому мне что сейчас хочется хочется чтобы вы мне назвали людей группы то есть он прямо сейчас вот может сейчас или же на следующий раз давайте да можем здесь что нам мешает давайте группу номер один давайте называйте пару в том же порядке что было на прошлом яшин первая вторая группа гончаров ёлкин гончаров вторая и ёлкин ёлкин вторая ну третья 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 четвертая гусельников гусельников бывальцев бывает бывает так дальше корчалава 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 это будет у нас уже пятая и толочка и щиру толочка и щиру толочка так шестая демидов соломатин как демидов шестая и соломатин да шестая ну и ещё седьмая ну Костян Меньков седьмая Меньков седьмая ну и ещё Кохлов по наморёвам восьмая Пономарёва восьмая так ну осталось ещё тут у нас раз два три четыре пять ну давайте ещё Антонова Прохорова девятая значит Прохорова где у нас это а вот есть это девятая и кто ещё Антонова Антонова да без пары остаются Десятая Тарабрина Цыплакова Валяна в команде присоединяется Десятая и кто ещё Цыплакова почему я не вижу Цыплакова а вы там вопрос она на конференции она на конференции сейчас вот так вот да ну хорошо ну она будет доволен как вы думаете будет да ну хорошо а вот ну ещё давайте Беляков один остался вроде из чего Ковалева и Старовой ну давайте втроём а можно Белякова с так давайте на следующий раз у вас группа если у вас какие-то проблемы нет он просто лишний остаётся да да ну я пускай они втроём работают ладно это будет уже группа один сколько у нас человек два три значит итак Беляков Ковалёва правильно я говорю да и Старовойтов ладно работайте так да теперь значит вот у меня списки тем да тут у меня на самом деле даже больше 15 да а предпочтение можно 2-1 бассейн да ну 1 то есть вы хотите сам самую большую ну не то что сам связанную с какой-то тематикой определённой допустим да да давайте рандом хорошо давайте так кто у вас модератор или старость я уланов уланов да да так уважаемый уланов давайте ка ваше ну и мы по крайней мере можно я запишу давай вперёд значит я вам сброшу и даже сейчас могу выдать вот список тем да и вы можете выбирать из этих тем чего угодно только чтобы да чтобы так сказать две группы одну темную вверх да конечно вот вам список тем так теперь мой email давайте это да вот да значит теперь еще уважаемому уланову я переброшу а может быть у вас компьютер есть с собой я сейчас переброшу так сказать потому что перебросить по почте будет сложно сфоткать на самом деле нет 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 у меня на флешке есть ветерок у меня с собой ноутбук давайте да ноутбук а вы у вас есть какой-нибудь диск там так сказать да да есть вот повесьте там сейчас я вам дам значит флешку значит на ней литература да да мы помните что мы занимался угнем да так называется сейчас сейчас спецразделы квантовой механики и оптики вот так начали наш курс и соответственно ну как пишут там не успевает даже богу написать не надо ничего все 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 думать там у тебя не Зарядил 200 листов, что читаешь? Снеговик Низбер. Читаешь или он просто как подставка? Это подставка Низбер. Ничто, не знаю. Интересно. Снеговика там? Да. Как он тает? Это детектив ужасен. Пока не знаю. Ну что я еще не сказал? Вы взяли список тем? Мы взяли. Ну вот, еще раз повторяю. Самостоятельно попробуйте тему выбрать. И потом вам сказать, да? Да, да, да. И пометьте прямо темы номер группы. То есть номер под группу. Первая старается выбрать. А потом мне, чтобы я знал, что кому досталось. А какой объем у доклада будет? Время может быть? Я вам выдам минут 20-25. Больше не надо. Там презентацию надо делать? Презентацию. Ну, тут можно, да? Можно, да? Или можно там на вывод что-нибудь выбрать? Ну вот, понимаете, презентацию... На доске показать? Нет, не хочется с вами презентацию. Я хотел бы ее увидеть. Выпишите, понимаете? Форму. Вот. Вживую. А не то, что вы там скачаете, так сказать, где здесь книжки. Как-то не то. Я люблю писать. Вот вешуете ее руками, понимаете? Форму. Сделаем. Вот. Ну и рассказ, соответственно. Своими словами не читать по этому самому. А вот своими словами. Как-то это будет более жило, мне кажется. Поэтому я не так много вам даю времени. Так сказать. И не так мало, на самом деле. Так что вы... Чтобы понять, да? Понять, так сказать. Вы в тему, как эти машины... Нормально? Так, ну ладно. Значит, давайте мы начнем тогда... Значит, наши лекции. Значит, с чего мы начнем? Значит, какая... Какие темы сейчас будет в ближайшем? Вот. Ну, мы будем... Посвятим квантовой механике несколько... Ну, там, чтоб есть лекции. Остальное все будет квантовой области. Значит... Потому что... Квантовать мы будем полем, естественно. Да, так сказать. Ну, частицы, конечно, тоже интересно квантовать. Но, так сказать, нам как-то интересно полем. Значит... Итак, значит, квантовой механик. Так что мы... На что обратим внимание? Обратим внимание вот на связь, да? Квантовая механика – это волновая наука. А поэтому это наука в частных производных, да? А у нас имеется механика классическая. Вот. И это механика классическая. Вам, насколько я понимаю, Виктор Заликарев считает, да? Нет. Или читал? У нас не было. Было когда-то. Участие группы было. Вот так. Ну, не важно, так сказать. Собственно, не важно. Важен факт. Есть наука, да? Которая всем известна. Со школы. Классическая механика. Что это такое? Это... Траекторная наука. То есть, функция одной переменной. Ну, вот. А это функции многих переменных. То есть, отполевает, да? Говорят. А это – траекторная. Так вот. Вот связь между ними, да? Очевидно, она должна быть, да? Очевидно, механика кванта более, как бы, высокая, да? В некотором смысле механика, чем классическая. Поэтому отсюда должен быть переход, конечно. Вот. Давайте мы так внимательно посмотрим, значит, как этот переход существует. Дальше. Мы это посмотрим, вот этот переход, на аналогии, да? Которая называется оптика-механическая аналогия. Оптика-механическая аналогия. Значит, что это такое за понятие? Значит, у нас есть еще одна волновая наука, да? Это оптика. Обычная, классическая оптика. С уравнением Максвелла. Мы, кстати, повторим тоже обязательно. Уравнение Максвелла повторим. У вас тоже это должно было быть, да? Вам кто-то наверняка читал. Конечно. Вот. Да? Ну, я буквально, может, лекцию посвечу, чтобы то, что мне нужно, вот, и повторю. Итак, оптика-механическая аналогия. То есть, у нас имеется классическая оптика. Это волновая наука. То есть, наука в частных производах. То есть, функции многих переменов. Поэтому, диссиницирование частное, да? Ну, от этой классической оптики, да, мы можем перейти в так называемую геом-оптику. Вот. А это уже траекторная аналогия. То есть, в траектории там лучи, да? Вот свет, держится по лучам. Ну, и, коль скоро у нас механико-классическая, траекторная, да, то, естественно, другого ничего нет, да? Как? Уравнение одинаково совершенно, да? Вот, так сказать, это вот и есть, так сказать, оптика-механическая аналогия. От волны перейти в траекторию. То же самое и здесь. От квантовой механики перейти в классической механики. От волны к траекториям, по которым частинские дебрецы. Вот. Придумал квантовую механику, значит, Эрвин Шердингер. Ну, это, где там, двадцатые годы. По-моему, двадцать третий год. В связи с реле первая работа по механике квантовой. Ну, вот. А классическую оптику или классический электромагнетизм. Ну, ясно, что он был давно известен еще с Фарадей и так далее, да? Ну, записал это уравнение. И четырех всего уравнений, да? Записал на все. В итоге, записаны четырех уравнения. И в этих четырех уравнениях все электричество и весь магнитин. Вот. Все, что вы здесь видите. Ну, кроме квантовой задачи, да? Вот. Вот. Поэтому на них уже страшно смотреть на эти уравнения. Настолько они емко. Вот. Итак, так сказать, что хочется, значит, хочется, значит, сначала, ну, для того, чтобы вот эту аналогию просмотреть, конечно, нужно поставить несколько слов сказать про классическую механику. в которой будут у нас все пределы устремлены в эту механику классическую. Значит, давайте сразу напишем, по какому параметру мы будем делать этот предел, да? Вот здесь имеется удивительный параметр, который называется постоянная планка. Саша? Она возникла без всякой квантовой механики. Вот возникла и все, на план, на эксперименте. Причем, эксперимент-то какой, да? Имеется печка, да? Вот она светится, да? Давайте спектр построим этой печки. Все, как только построили, объяснить невозможно этот спец. Значит, только, так сказать, нужно было вводить эту переменную H внутрь этой формулы, да? И тогда, так сказать, формула описывается. Называется излучение абсолютно черного тела. Помните, да? Такой термин, который вы на физике наверняка проходили. Ну вот, итак, если H идет в ноль, да? Ну, тогда, так сказать, вот у вас возникает механизм. H очень маленькая, конечно, да? Размерность этого H это R в секунду, то есть действие, да? R умножить на секунду. Такой квант действия, да? Вот это уйдет в ноль. Но только в SGS обычно. Нет, значит, вот привыкнуть. Значит, шатер-физик, она в SGS пишет. Инженер, вы же не инженер, или кто? Сядетик или кто? Что-то нервно. Что-то нервно. Ну, хорошо. Я... У меня много ранений. Вот. Значит, систему, которую я буду писать, конечно, будет SGS, ну или же МКС, может быть, да, так сказать, метр-килограмм-секунду, либо сантиметр-грамм-секунду. Вот. Ну и, соответственно, все электромагнитные, электромагнитные все переменные у нас будет, значит, SGS, E. То есть, ну, есть соответствующая система, да, где в качестве единиц пронициальности цветы моно-магнитная, электрическая пронициальность там за единицу. Ну, все это легко переводится. Боже мой, есть таблица. Вот одна, другая, да, всегда можете перевести. Поэтому давайте пока по системе, если нужно будет поговорим отдельно. Да, какой теперь, что у нас есть, да? Переход по какой-то и нервный, да? А длина волны? Значит, у нас имеется подроптика, волновая наука, есть длина волны. Устремляясь ее в ноль, да? И вы перейдете, соответственно, в механику. Так что, если у вас волны большой длины волны, вот радиоволны, да? То это их невозможно траекториями отрицать. То есть они, говорят, интерферируют вокруг земли, там, до сюда, да? В большую. А коротенькие, ну, они как частицы получают распространять. Там вклад дефракции очень мал на краю, да? Ну, надеюсь, вам об этом говорить. Значит, вы не можете поговорить. Так вот, давайте мы по этому. Вот несколько слов скажем про эту траекторную науку, то есть про классику. А потом, соответственно, посмотрим на эти пределы. Итак, уравнение классической механики. Значит, наука траекторная, а это означает, что там переменная, в которой строится траектория, в ли, да? Имеется у нас куб частицы, да? Которая по этой траектории движется в координатах. Она есть функция линия. Вот, и для этой координаты нужно написать уравнение. Значит, написал О. И прямо поставим цифру один, да? Написал О, Линтон. Ну, всем знакомы уравнения. Значит, какие параметры должны от частицы, чтобы это уравнение написать? Нужна масса. Нужна вторая производная по времени координаты, да? Ну, а в правой стороне нужна сила. Я пишу это для одной координаты, да? Для одной линии, вот. Чтоб не загоможать обозначение. Сила, а сама есть функция координаты. Может быть даже скорости, х точкой, да? И может быть функции времени отдельно. То есть она может быть, вот зависит. И даже еще более сложно может быть. Вот всем известно это, так сказать, уравнение этого, да? Значит, решать его нужно с начальными данными, да? Значит, начальное. Уравнение. Как говоря, задача Каши нужна висать, да? С начальными данными. То есть мы должны задать в начальном момент времени положение нашей частицы, а также скорость. Мы получаем систему уравнений. Вот это система уравнений. То есть все три уравнения должны быть удовлетворенные. Тогда получается единственное решение. Ну вот, это Милтон. Значит, видим, что это одно уравнение со второй производной, да? Поэтому два начальных данных. Дальше. Теперь к нам появляется Лагранш, да? Который перетисал. Значит, он их перетисал в следующей форме. И вот тут уже появляется новая функция. Это функция многостеременов, которую делал Лагранш. Буквы перееобозначены. Убирается функция Лагранш. Она есть функция координаты. Значит, от трех переменов. Координаты, скорости и времени. То есть функция трех переменов. То есть по каждому аргументу можно диссиленцировать, независимо. В частном образом, естественно. Вот. Ну и, соответственно, я вот эту функцию Лагранш Лагранш предложил записать в следующей форме. Значит, он вводит так называемую генетическую энергию, которая есть, скажем так, функция квадрат скорости. И вводит потенциальную энергию В, которая есть функция от координат. В простейшем случае. Значит, генетическую энергию. Эта масса умножена на скорость. То есть на x точках квадрат по полном деле. Но потенциальная энергия, она, как говорится, может быть какой угодно. Но, так сказать, если она вам задана, потенциальная энергия, ну и получается вот эту самую силу. Сознанка и минусы. Ну, в данном случае я оценку переменную ее написал. Итак, вот вам функция Лагранжа. Значит, зачем она нужна, да? Значит, она нужна для того, чтобы написать выравнение Лагранжа. Значит, она нам будет крайне нужна, эта функция. Итак, значит, чтобы ее, эту функцию записать, значит, нужно что сделать? Нужно, как говорят, взять степень свободы у частицы. Ну, скажем, координат частицы. Найти ее скорость, да, так сказать. Вот. Составить вот такую вот комбинацию, да. Получается функция. Функция от, ну, в данном случае, двух переметров. Да, у меня время не присутствует. Ну, время может присутствовать, скажем, потенциально. Так. Итак, уравнение Лагранжа. Значит, что нужно делать? То есть, нужно дифференцировать эту функцию Дагранжа частно. По переменной х, вот по первой переменной, так? Ну, частное дифференцирование, надеюсь, помните, да? Что это такое частное? Да, конечно. Отлично. Отлично. Давайте отсюда производную по времени. Я по этой буквой Д пишу. Ну, тут дело в том, что, да, это полная производная по времени, да. от частной производной функции Лагранжа по скорости. Вот такую координацию нужно составить. А, ну, потому что уже от скорости не будет зависеть, если мы продифференцировать. Ну, как же, мы будем зависеть. Нет, если мы... Нет, будет, будет он. Итак, и это все объявит нулем, да, вот как вы это сделали, да? Перед вами некое уравнение, которым неизвестным является координата. Значит, неизвестным это уравнение Х от Т. Почему все-таки по времени не частная производная? Еще раз. Почему по времени не частная производная? Но дело в том, что время... Вот сейчас я сюда не включил, и я вновь заметил, как времени, функцию Лагранжа. Вот эту вот выкинул, да, пока что. Вот, а тогда вот эта вот производная, она есть функция от Х и Х точкой, в общем случае. А Х и Х точкой, они функции от Т. Довольные переменные. Поэтому я пишу ее так. То есть нужно дифференцировать и Х, и Х точкой. Поэтому в этом случае, значит, ответ такой. Вот если у вас имеется такая функция, и она функция, скажем, ну, там, двух аргументов. Скажем, Х и Х. И Х двигается из функции Т. То для этой функции можно ввести понятие полное производное по времени. По формуле. Нужно дифференцировать частно по Х. Просто рассматривать эту функцию как функцию двух аргументов. А потом дифференцировать Х по Т. Ну и соответственно, частно дифференцировать по И. на х и Х точкой. Вот в этом смысле такая кондинация называется полное производное по времени. Вот. Вот это обычная производная, а это полная производная. То есть производная функции многих аргументов. Понимаете, вот так вот. Ну, как вы термин есть. Так вот, давайте мы убедимся, что Лаграмш это и есть уравнение Ньютона, это одно и то. Вот для этого что, подставим сюда, да? Эффективную энергию и потенциальную энергию. Разрешите? Можно, получается, полную производную, вот это вот все, весь второе слагаемое, вот это заменить, как вот там. Можно, конечно. Так мы сейчас будем делать. Значит, этапе ДЛ по ДХ, да? Смотрим, поскольку у нас L это вот это самое M с точкой квадрат на 2 минус V от Х. По мысли Лаграмма, да? Именно минус разок, понимаете? Вот это очень важный момент. То тогда, диссеренцируя частным образом эту функцию по Х, я получаю минус ДМОДХ. Потому что Х не входит в это слагаемое. Вот, смотрите, как функция независимых перемен. То есть, Х и Х точка – это разные переменные бифункции Лаграмма. Ну вот, это первое слагаемое, вот такое, вот это вот, да? А здесь минус, взять производную, говорят, по частной производной Х точке. Ну а это есть мешкой, ну и как, M с точкой. Вот я взял частно, да? Продезиненцировал по Х точке. Потенциальная энергия от Х точки не зависит в данном случае, да? Поэтому диссерим. Ну а это есть мешкой, ну и как, минус V от Х – это сила, минус масса Х с двумя точками. И это все ноль. Ну вот, перед вами равнение не было. Вопрос, а зачем тогда нужно было, да? Но дело в том, что через функцию Лагранжа дальше будет выражаться еще более существенная величина. То есть, мы как бы сейчас двигаемся так. Знаете, по закону тепло-холодно, сейчас теплее. Мы квантомеханики двигаемся, понимаете? В науке вон лагон. Вот траекторный – это на самом деле речь на тебя. Третье. Итак, третье понятие. Да, ну тут мы, давайте-ка мы тут заметим одно свойство глоботное. Вот. Свойство такое. Прокладные двойники, да, в некотором смысле? Да. Свойство такое. Давайте. Значит, давайте. А, ведем, во-первых, все деления ведем, да? Которое очень важно для дальнейшего. Вот. Такая вот производная двойник под двойник с точкой имеет определенное название. Поэтому, собственно, функция гранжа и боль – важнейшая название. Это, если что иное, как импульс. Можете проверить, да? Ну, в данном случае, в нашем случае, да, масса над x-точкой, то есть масса на скорость – импульс. Вот. Дальше он у нас в таком виде будет появляться. Потому что импульс важнейший в этом виде. Вот. А теперь давайте, давайте вот такую полную производную найдем. от следующей функции. Возьмем x-точкой, умножим на dL под x-точкой и отнеем массу dL. Вот. Мне нравится такая вот разность, да? Посмотрим, чем она равна, эта полная производная. Вот. Ну, поскольку l у нас dL под x минус d по dt, dT под x с точкой, по определению, да? Тон. Давайте… А это же 0 должен быть. Ну, так сказать… О, прошу прощения. Поскольку у нас имеется уравнение… Да, не верю? Да. Спасибо. Поскольку у нас имеется вот такое соотношение между производными, да? то давайте найдем полную производную. Вот мы сегодня говорили, да, что такое полная производная. Найдем полную производную от функции l. Пускай она будет определена за x. Ну, и по нашему определению, да, это что такое? Значит, нужно дифференцировать dL по dx умножить на x-точкой и прибавить здесь dL по dx-точкой умножить на x с двумя точками. Вот. Ну, и теперь давайте хоть скоро вот это просто-напросто правило дифференцирования, да, или правило взятия полной производной по времени от функции двух перемен, то мы можем вот этим воспользоваться и преобразовать это выражение. Давайте его преобразуем. Начинаем дифференцировать, да? x с двумя точками dL по dx-точкой прибавить x-точкой d по dt, dL по dx-точкой. Значит, я тут два со множественных резинциров, да? Отнимаю отсюда производную полную от этого выражения. То есть, отнимаю x-точкой. dL по dx-точкой, dL по dx-точкой, dL по dx-точкой. Ну и смотри, что у меня остается. Значит, вот это вот сокращается, да? А вот это пока что не сокращается, но, хоть скоро у меня имеется вот это вот выражение, да? Угу. То я заменяю с вас свое решение вот это вот выражение на dL по dx-точкой. Заменяю, да? Ну и вижу, что да. Это тоже сокращается. То есть, ответом. Полное производное от такого выражения 0. Ну, недавно, да, так сказать, такая штука есть 0. Называется такой ответ, да, если у нас есть биф-уравнение, да? Называется. Полный интеграл так называется, да? То есть, я нашел сохраняющуюся величину. Можно было просто это выражение, если вы уже... Получается, dL по dx-точкой на mx-точкой у нас был просто... dL по dx-точкой, но оно вот так вот. То есть, оно в уравнение входит оно вот так. То есть, ну, d по dt. Вот как-то сразу так не заменишь, понимаете? Да. А я не дописал. То есть, оно как бы еще не так-то просто, а вот туда и злеет. Я не дополю. Ну, вот. Итак, так сказать, мы сделали следующее замечание, что у нас есть полное производное от x-точкой dL от dx-точкой минус L вот такая комбинация, да? Давайте мы ее обозначим буквой H по K. И скажем, что это константа, которая обозначается буквой E. Давайте убедимся, что это есть полная энергия. То есть, как только у нас в нашей системе нет зависимости явной от времени, да? Это я выпыкинул специально, да? Тогда у нас есть интеграл движения. В данном случае вот такая комбинация x-точкой dL под dx и так далее. Вот и убедимся, что знакомая совершенно величина, знакомая, полная энергия. Убедимся, что это так. Ну, для этого подставим сюда L, да, вот в этом выражении. Точнее, даже так. Давайте мы заменим dL под dx-точкой по поделению на импульс, да, вот по поделению. И получаем вот такую вот комбинацию x-точкой P минус L. Ну и подставим, давайте для нашего случая, у нас L это двина, да, мы это и подставим. Итак, x-точкой на P минус M x-точкой в квадрате на 2 минус L от x. Вот так, да? И, соответственно, перепишем это выражение в таком виде. А не плюс будет V от x. Потому что у нас минус L, а V... Нет, значит, L... А! Хорошая! Благодарю, да. Понятно. И вот в этом есть прикол. Значит, давайте в первых два слагаемых запишем, в первых два слагаемых. А нет, если что иное, как, если их переписать через P, да, вот заменив P на M x-точкой, да, то это у нас получится выражение... Это первые два слага, да? А? Первые два слага, да? Да, первые два, да. Ну, они, если я поставлю сюда x-точкой на M, да, ну, видимо, это одно и то же. То есть одна-вторая здесь разница. Это через импульс будет P квадрат делить на две массы. Плюс V от x. Ну, а это вот, вот это вот все. Это есть как раз кинетическая энергия, только записанная через импульс, да? А это потенциальная. Поэтому сумма кинетическая плюс потенциальная. И называется полная энергия H или она константа E. То есть вот эта величина не меняется, да? Частица двигается как угодно, да, по своим траекториям. Если она уйдет с траектории, то есть вот если она не будет по этой траектории двигаться, эта штука не сохранена. Если она сохраняется и двигается по траекториям, которые ей диктует, да, уравнение, тогда эта штука просто константа везде, где бы она ни была. Извините, а можно еще раз, пожалуйста? Давай. x с точкой на P минус L равно H у нас было, а потом что мы сделали? Значит, ну вот я так сделал. Домножим на массу, разделим на массу. Получаем P квадрат на массу минус P квадрат на две массы. Вот я переписал через икрус. Значит, здесь домножим на массу, разделим. Ну и посчитаю, получаю половину. Ну как, понятно, да? Итак, так сказать, очень важную характеристику мы нашли, которая называется интеграммом движения. Там, получается, это полная энергия. Вот. Ну и тогда мы переходим в третьей записи уравнения движения. Такое называется уравнение гамильтона. Итак, третья запись. Первая ньютон, вторая маграмм. Значит, надо сказать следующее, что все эти записи совершенно эквивалентны. Вот. В том смысле, что это все траекторные уравнения. У нас неизвестные является функцией одной перемены. Итак, третье уравнение гамильтона. А это было уравнение движения. А это было, значит, уравнение Лагранжа. Вот. Это все уравнения движения, да. Все эти вот три записи, это уравнение движения механики. Это квазическое. Вот. И они все эквивалентны. Так вот, как здесь ставится? Вот, значит, вводится, вводится как раз функция, да, которая называется функция гамильтона. Эта функция есть функция, вот та самая H, которая там из них. Функция от X и P. И, по определению, это и есть полная энергия. Значит, кинетическая энергия, которая есть функция P, плюс потенциальная энергия, которая есть функция X. И мы знаем, что, действительно, вот эта вот полная энергия, так сказать, сохраняется. В том смысле, что, если я вот сюда вместо X и вместо P подставлю X как функцию времени, да, то есть найдя траекторию, да, и подставлю P как функцию времени. А P, это есть нынештойная масса на X с точкой, да, как D. Итак, я нашел траекторию, да, нашел X и P, а они как функции времени, да, подставлю вот сюда эти аргументы. Все, эта штука от времени не зависит, константа. А так она перед нами просто выступает от функции двух переменных, да. Поэтому я могу часто диффицировать с ней, что угодно делать. Ну вот, ну а теперь вопрос, да. Что неизвестным будет являться уравнение, сейчас мы их запишем, у них уравнение, да, и, соответственно, скажем, какие-то неизвестные, уравнение гоминтона. Итак, уравнение гоминтона неизвестным являются координата и импульс. Вот две характеристики. Говорят, на одну степень свободы частицы, да, скажем, X-овую степень свободы, приходится два числа. Вот. Ну, соответственно, на 3 степени свободы, если эта частица любится в пространстве, да, 6 переменных приходится. Так вот теперь давайте построим уравнение. А это все от времени, да? А, нет, да, конечно, это цель, да. Значит, а нет, выназивление, конечно. Ну вот, а уравнение так строится. Для того, чтобы эти уравнения построить, да, введем очень важную... А, ну, во-первых, давайте мы сначала отметим... Да, кстати, что у нас там? Вставление... 15, 12, 16, 50. Значит, давайте мы вот такую систему координаты делаем. Вот по этой айси будем откладывать X от T, а по этой айси B от T. Значит, мы задаем начальные данные, а начальными данными здесь является P в точке 0. Сейчас я уравнение построю и поточнее скажу. Итак, ставим точку. Итак, ставим точку. X0, P0. Это будет у нас начальная точка, а дальше, параметрически, да, строим траекторию. То есть, время начнет меняться, да, и если мы уравнение правильно решим, да, то мы построим траекторию. Ну вот, называется это фазовая траектория. Это называется фазовое пространство, а это называется фазовая траектория. Важнейшее совершенно представление механики. Ну вот, теперь давайте мы получим уравнение, которое описывает фазовое пространство. Ну, очевидно, вы, так сказать, можете решить и уравнение Бьютона, да, отсюда импульс найти, построить ее, да. Можете Лагрант решить, тоже построить. Но мы будем писать уравнение Бьютона. Значит, для этого введем важнейшую характеристику. Настолько важнейшую, что с нее начинается, собственно, клан помехать. Эту характеристику мы обозначим вот такой скобкой. Эта скобка – некая операция, которая действует на две функции. Две функции от переменных фазового пространства. То есть, возьмем одну функцию гуглой Си обозначим. Вот Х и П. Через запятую вторую функцию. Ну, давайте гуглой Си обозначим. Х и П. Вот такая скобка. Называется скобка полосонная. С нее начинается квантовая механика. Вот. Значит, правило взятия этой скобки состоит в следующем. Значит, вот тут главное не перепутить знак. Значит, нужно вторую… Вот, знаете, поменяйте не стане. Результат изменится, знак поменяется. Так вот очень все важно. Поэтому нужно взять вторую функцию, вот эту Пси, и частно дифференцируть по Х. И умножить первую левую функцию на частную производную по П. А потом отсюда вычесть. И поменяйте местами. Д Пси по ДП. 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 Вот такая вот комбинация. Придумал ее фуассон. Называется скобка фуассона, такой термин. Ну, залегая вперед, да? А имеет ли важность, какая функция первая идет существенно? Ну, посмотрите, если вы поменяете, то не станет. Нет, это понятно. А вот там. То есть, можно сначала депси написать по депси. А, ну, это функции, функции, это, так сказать, а ты не на меня со мной, что ли, есть ли это функции, а не операторы, да, не матрицы, зато тогда все перестануло. Вот. Так вот, залегая вперед, да? Вот эта вот скобка заменяется на примутатор, оператор, который соответствует вот этим физическим переменам. Я с коператором переходим. Да. И получаем кванту механика. Все. Это правило данного. Ну, просим бы, да, так сказать. Но вот придумано. Вот так. Ну, это мы задвигаем вперед, по праву. Значит, у нас нет никаких коммутаторов. У нас функции, так сказать, ну, максимум там нескольких перенет. Вот. Значит, теперь, значит, вот смысл этих функций, да, вот этих самых функций, смысл. Итак, у нас точка в фазовом пространстве, да, x и p в классике задает состояние системы в данный момент. Итак, то есть вам известно в данный момент x и p, да? Все. Больше вам ничего знать не надо. Это состояние системы в момент x и p, да, то есть вот на этой траектории, да, вы ставите точку, а она отвечает в определенном моменту времени. Все. Тогда все прочие физические величины, все прочие, есть просто функции от координат этой точки. Вот я по этому пишу. Вот я взял какую-то физическую величину сложную, да? Она есть функция от x и p. Это некая физическая величина. То есть, другими словами, первичными величинами в классике являются импульс координаты первичными, да? А все остальные функциями от них, какие угодные величины вы можете получить. Ну, например, вы хотите получить кинетическую энергию, да, t. Что нужно делать? Ну, взять импульс, вольт-зарт возвести, на две массы разделить, да, пожалуйста. Вот вам пример. Ну и так далее. Вот. Ну, я пока что еще не написал вам наравнение движения, да? А уже рекламирую, так сказать, прелесть всей этой картины. А наравнение так пишется. Итак, нужно взять эту функцию h. Значит, взять эту функцию h. Она есть функция x и p. И взять с ней, поставить ее слева, скобку полосу на с p, переменной p. И это есть не что иное, как dp по dt. Именно в такой форме у нас будет тисаться уравнение движения в квантовой механике. То есть, понимаете, чем, собственно говоря, как квантовая механика произошла? Некое отображение. Вот такие вот формы, вот такие вот формы, да, так сказать, на оператор. И нужно, естественно, правильно сопоставить каждый величине физической со свечей оператор, да? А форма останется. По этой импульс. По этой импульс, да, у нас, так сказать, физической переменной p. Вот, пока. И, соответственно, точно так же у нас ближество второе уравнение. Скобка полосу на hxp с x. Итак, вот эти вот уравнения называются уравнением движения в форме Гамильтона. Неизвестным здесь является хp. А решаются эти уравнения. Это уравнение в обычных производных, то есть, это проекторная задача, да? То есть, неизвестным является функция одной переменной, t. А решается она с начальными данными, то есть, x от t в момент 0. x0, то есть, мы ставим точку на фазовую плоскость начальную, да? И, соответственно, p от t в момент 0, это есть p0. Вот перед нами система, значит, начальных данных и уравнение. Решайте их, получайте единственное решение. Я не буду доказывать, что они единственные и так далее. Точнее, несколько слов скажу. Ну вот, а теперь давайте мы еще введем важнейшую характеристику, которая, опять-таки, в кланте-механике принимает важнее, и в обществе, где угодно принимает важнейшее значение. Найдем там ее очисток функционала между вот такими величинами. Между координатой и импульсом. Это физические величины, почему бы не найти, да? Итак, что нужно сделать? Нужно дифференцировать вот эту переменную, правую, да? Оху, но dp, odx, это, очевидно, 0. Это независимый перемен. Домножаем левую по dp, dx по dp, но это тоже 0. Так, может, ничего не останется? Минус. Дальше. Левую дизельноцируем по x, dx по dx, но это единица, очевидно. А здесь dp по dp. Это тоже единица. Итак, мы наблюдаем, что коммуникационное соотношение между основными переменными, между иксом и p, это есть минус 11. Как только мы перейдем к операторам, у нас будет то же самое, только еще до множится на букву i, на мнимую единицу. Но это уже будет оператор. То есть x будет оператор, p будет оператор. Вот к этому мы еще перейдем. Поэтому вот эта вот структура, такая структура, да, когда мы скобку заменяем на коммутатор, то, собственно говоря, вот эта структура, она перекачается в квантовую метанику. А форма, вот эта гамильтонная форма, она крайне важна. Вот в квантовой механике там был коммутатор, мы находили коммутатор от двух каких-то величин, если он был отличный от нуля, значит, они не коммутируют. Да, в данном случае, что у нас? Если отлично от нуля вот это вот выражение, то что будет? Ну вот, понимаете, здесь все переменные коммутируют, поэтому в этом смысле тут... А, они коммутируют. Ну, нет, дело в том, что мы работаем с обычными функциями, да, а обычные функции, пожалуйста, вы можете их переставлять местами, да? А, так сказать, если это операторы, поставим эти шлемки, да? Да, это понятно, да. То это не равно, в общем случае. Ну, возьмите две матрицы, две матрицы, да, переножьте их, так же видно, они не перестановлены, что в общем случае. Иногда бывают еще перестановлены. Вот, ну, в нашем случае мы работаем вот с такими функциями. Вот, вот, красота классика. То есть, вот, с функциями работаем. Вот, а скобка флорсона, вот, такая, вот, такая величина. Ассона больше ничего не слепит. Не слепит. Ничего не слепит. Так зачем нам нужна вообще-то эта... Я же говорил, нам нужна структура. Да, она... Мы на эту структуру будем ориентироваться, как бы он не переходит в кванты и механику. И вот эти элементы структуры, вот я уже начинаю писать, понимаете? Вот эта вот штука, это важнее, чем элемент структуры. Кванты и механики он такой же. Только мы заменим, соответственно, скобку на прямые скобки, так сказать, на кому-то. Поэтому, это, как говорится, структурная структура. Вот она, так сказать, здесь выписывается, она очень важна. Потому что, скорее, она будет отображена на операторах. Так, значит, вот это, да? Ну вот, значит, теперь давайте-ка мы вот... Еще несколько свойств этого фазового пространства и, соответственно, несколько свойств тарикторий фазового пространства. Давайте мы вот такую задачу попробуем нарешить. Значит, писать себе, что вы задали какое-то количество начальных данных, которые заполнили вот некоторый объемчик. Начальные данные, да? Ну, много частей, да, начальные данные. Дальше, у нас начинается движение. Каждая точка по своей траектории будет уходить. Ну, очевидно, вот этот объемчик как-то расплывется. Вопрос. Поменяет он свою величину, пока в нем, или нет, да? Это первый вопрос. Значит, сохранение фазового объема. Да, именно. Сейчас мы два суток на столько. И второй вопрос возникает отсюда. Это не что вы знаете, как невозможность пересечения двух траекторий разных. Невозможность. Траектории не пересекаются. То есть, ну, либо они совпадают полностью, да? Либо они совершенно никогда вот там. Ну, с конечностью никогда не пересекутся. И то, и другое очень важное свойство. Вот, и чтобы это свойство проверить, нужно вычислить характеристику очень важную. А характеристику вот чего. Значит, смотрите. У нас, в результате решения нашей системы выравнения галинтона, да? Получила следующая двухфойтная запись. И x. Есть функция. Вот, во-первых, времени. А также своих начальных данных. То есть, здесь 0 и 0. И p. Здесь функция времени. А так на начальных данных. Я говорил, да? Так сказать, начальные данные определяют три кури. x0, p0. Так вот, на вот такую вот запись можно смотреть, как на запись замена переменных. То есть, вот у вас была запись на преобразование. Преобразование координат. У вас была точка с координатами x0, p0 и стала точка с координатами x0. И в каждом момент времени вот это преобразование будет свое. То есть, вот эта функция, а не функция времени. То есть, для каждого момента форму преобразования будет меняться. Вот. Ну, а если у нас есть формула преобразования координат, да? То тогда мы можем найти характеристику этого преобразования, которое называется Я-О-Би-Ант. Надеюсь, когда-нибудь это звучало. Так, вспомним, что это такое. Значит, это преобразование координат. Ну, это вот такой объект. Значит, нужно сначала найти так называемую матрицу якобы, да? А где-то нужно часто дефиленцировать. То есть, x дефиленцируем по x0, дальше x дефиленцируем по p0, ну, и потом p дефиленцируем по x0, и мы дефиленцируем по p0. Получаем вот такую матрицу 2 нато. Потом берем от нее терминат. И вот этот дефиленант и есть дефиленант якобы, или, как говорят, якоб-ди-ант. Он есть функция диагности. Ну, как сказать, ясно, что на каждый момент эти производные свои, они меняются с течением времени. А вот это вот якобы как раз ответит нам на вопрос. Меняется ли элемент фазового объема? Значит, это не знаю, смысл у якобы. Ну, во-первых, если он ноль, да, в каких-то точках, то значит, какие преобразования нарушаются, то есть они неоднозначны становятся. Ну, а это значит, что треторий пересекается, понимаете? То есть, если он ноль где-то. А с другой стороны, он связывает элемент объема в один момент времени с элементом объема в другой момент времени. В последующей формуле. Давайте я буквой дельта-гамма обозначу элемент объема в момент t, то он будет равен и кг-ди-ант в момент t умножить на элемент объема в момент t, ну, t0. Ну, такая вот связь элементарных объемов, если известен и кг-ди-ант. Ну, вспоминать, формула замены переменных, да, так сказать, в интеграле, допустим, да, там и кг-ди-ант вникает. Вы элементарный объем пересчитываете от одной системы в другой, с одной. Ну, вот, давайте мы его сейчас сочетаем, убедимся, что он от времени не зависит. То есть, элементарный фазовый объем получается. Да, это элементарный фазовый объем, совершенно верно. Значит, чему он равен? Дельта-гамма, t0. Это дельта-п на дельта-х. В около точки, около точки t0, да, так сказать, нужно взять, маленькое, квадратик такой нарисовать, дельта-п, вот и это есть. Кстати, интересно, какая у него, какая у него размерность физическая? Тесильная сберез. От кого? Размерность физическая от этого объекта. Постоянный планк. Ро, шайдвец. И r на секунду. А? r на секунду. Ну да, ну да. То есть, это размерность действия. Секунда. Не зря, это очень не зря. По той причине, что меньше, чем h в природе действий не бывает, да? А это значит, что вот если мы сейчас нашу фазовую пространство разобьем на клеточке, разобьем, да? Соответственно, с точки зрения квантовой механики, клетки меньше, чем площадью h не бывает. И все, что внутри эти клетки размерностью h, тождественно, как бы, так сказать, оно неразличимое, совершенно. Вот. Вот это уже взгляд квантовой механики. Такой вот нашу фазовую пространство, знаете, зернистым таким, понимаете, она имеет клетку. Ну, это, кажется, ладно, это поток. Так вот, давайте быстренько найдем этот вот объект. Итак, что нам нужно сделать? Давайте мы найдем... Найдем... Значит, найдем... Производную... Ну, вот эти производные найдем, да? Значит, ну, как мы их найдем? Значит, найдем... Ну, во-первых, вот у нас... Мы можем x разложить, он функция t, да? Давайте мы его 2t разложим. То есть, найдем начальное значение от x0 плюс dx adt в начальном момент времени t0 умножить d dt. Вот я ограничился всего лишь одной линейной слагаемой, линейной слагаемой, да, в ряду тыла под переменой t. То же самое с p сделаем, значит, p, adt. Ну, поэтому, наверное, пишись примерно, да, так сказать, поскольку я дальше не веду... Так, значит, у нас... В 15-м дышать... Почему? В 16-м дышать... В 16-м дышать... Точно, да? В 12-м дышать... 15 16 да еще дп дефиленцируем ну тут поступит одной переменной поэтому я зря писал частный производный это 0 и домножим надо ну и теперь чего давайте мы дефиленцировать вот в такой форме x и p по x0 и по p0 и заполнять эту матрицу якобы заполнить итак dx по dx0 почему будет равно 1 плюс значит нужно по x0 вот эту производную продефиленцировать так сразу непонятно как дефиленцировать да потому что как я продюсирую производную пирсона занесет ухо нет потому что мы же видим то что x есть функция x0 и по 0 ну как очень просто давайте вот так перетишем выражение для того чтобы стало ясно как дифференцировать продолжим запись равно x0 плюс но dx по dt вы же помните да а кстати вот мы уравнение дагоментона написали а давайте вот я ставлю вопрос сайт не знак ставлю вы правую часть там вычислить правую часть выравнение дагоментон и напишите в таком виде что dx по dt равняется dh а дп а дп а дп а дп то есть мы правую часть скоба квасона просто вычислить равняется минус dh по dx вот если их вычислить запись будет такая только вот если я знак не перепутал нет не перепутал знак все правильно ну вот так вот я теперь поставлю да вот эти производные такой форме из уравнение возможно подставлю вместо вот этих производных мы получаем x0 плюс dh значит dx по dt dh по dt по dt а здесь получается с точкой минус ну а теперь понятно как дезинфицировать квот по x потому что у нас h есть функция x и p да поэтому я продолжаю вот здесь равенство значит dx по dx 0 равен единица это первое слагаемое а второе слагаемое нужно дважды дефицинфицировать по x и по x и по p второе слагаемое так вот в таком виде будет у нас записано вот эта клетка вторая клетка давайте вот эту запишем dp а dp 0 опять-таки это будет единица минус d2h dp 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 вот ну а dx по dp 0 dx по dp 0 поскольку у нас только нужно дефицинфицировать соответственно второе слагаемое а именно это будет вторая производная по dp в квадрате dt значит я по p дифференцирую ну по p или по 0 это неважно то есть дифференцирую и соответственно второе dp квадрат x моль вот здесь со знака минус d2h dx квадрат dt ну вот мы теперь подставляем в матрицу и наша цель состоится в том чтобы найти производную от функции и кардиналов d по dt ну вспоминаем правила находили производность что нужно сделать нужно взять и гагиан в точке t отнять отсюда и гагиан в точке t и разделить на dp а потом взять пределу а вот здесь мы же дифференцируем допустим по x 0 и когда у нас смешанная производная у нас должно быть по x 0 тоже они просто по их дело в том что такая запись вот здесь у нас стоит выражение на самом деле в точке x 0 поэтому правильно буду вот так да я же беру в точке x 0 это запись производная по x 0 это по сути производная по x в точке x 0 просто сначала кажется как будто это отдельная переменная мы же распадываем в точке x 0 вот значит итак если вот это я все проделаю да начну начинаете и гагиан мне нужно после вычислений гагиана на x и слагаем и линейная по dt потому что квадратичная по дт уйдет с таком пределе а гагиан будет так вычисляться вот так перемножаться будет функции да и вот так очевидно вот так и не нужно перемножить потому что они линейны будут то есть этот вклад это квадрат поэтому они не нужны а вот так если перемножить вот так то тогда здесь тоже будет второй порядок а именно вот этот вот на этом нужно и тоже его нам не нужно учитывать потому что это в пределе уйдет 0 а что останется останется вот что значит гагиан в точке t плюс дт ну в данном случае с 0 в точке плюс дт это не важно как это написать минус гагиан в точке t будет равен значит будет равен единичка вот эти уйдут значит вот здесь у нас будет нет они останутся единица плюс d2h dxdp минус d2h dp dx на dt итак вот эта разность будет равна вот этой вот этой величине с точностью в линейной вот это вот мы видим что вроде бы как производная здесь от времени будет зависеть потому что вот эти выражения зависит но дело в том что вот это естественно потому что у нас функция хорошая она дважды дифференцируема если это не так тогда это не габбинтиняк не функция габбинтиняк в этом они очень важно вот ну и тогда мы точнее так все строите ну ну да да давайте перемножим вот единица умножается это вот сюда умножается это вот сюда а как это же у меня не разность еще пока что это у нас это это у нас найдено вот это вот величина терминант вот это выражение вот так вот то есть ну да вот такой то есть он равен единице т плюс дт мы рекомендаем в точке т здесь тоже единица когда там дт равно 0 ну а теперь берем разность берем берем сейчас ну то есть другие условия егодиан равен единице равен константы вот собственно что он получит какой бы мы дт здесь набрали у нас линейная слагаемость укропе раз он с точностью до линейного слагаемого дт константа да вот тогда и производная его норм то есть дт 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 есть источник до линейного слагаемого ну то есть другими словами производная производная здесь эгган будет равна вот этого выражения это вот и есть производная дт 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 вот ну она 0 именно по этой причине что функция эгггантона хорошая и так отсюда у нас такой будет возникает что во первых у нас объем элементарный объем Да, ну ладно, давайте-ка вы отдохнете. Ну, вывод. Да, вывод. Я не знаю. Какая? Ну, ладно. А у нас, кстати, конечно. Что, ну, у него такая же фронтная команда, что он залезает. Вот он. Я не знаю. Но все-таки, да, я не подъянду, но тогда будет. Да, да. Что, мы в контакте поставили в ту же стране, но он угодит вперед. Мы его очень не хотим. Я, я вовлечен, я engaged, 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 engaged. Engage, engaged, я пришел, мне интересуется, мне хочется бежать, мне хочется ее выразить. Вот это я понимаю, а не было. Я заблужден, я хочу сблужден, я хочу сблужден, да, давайте, вперед, наполняйте фронтами. Он не знает, когда он сможет. Мне не нравится, что он тебе делает. Мне не нравится матроса, мне не нравится вот команда. И вообще, что, да, а, я вообще ничего не нравлюсь, сэ. Что, а, все, а, все, да, все. Я завязан, я просто, я сейчас готов гору, пожалуйста. Гор есть? Что, а, все, а, все, а, все, да. Спасибо.